То фашистская концепция супер капитализма совершенно не капиталистическая. И плюс, я уже сказал, что они делали. Капитализм настоящий пришел в Японию после поражения в войне. Когда им была навязана эта либеральная экономическая политика, которая в конечном итоге привела к процветанию Японии и к огромным темпам экономического роста. То есть, грубо говоря, поражение Японии в войне, оно им на самом деле очень помогло. Потому что они были интегрированы в процессы глобального рынка. В общем-то, туда пришли американские и европейские инвестиции. Они смогли получить доступ к всяким передовым технологиям, передовому западному образованию. И в итоге возникли вот эти вот знаменитые японские концерны, автомобильные, роботостроение. В Японии возникла лучшая в мире химическая перерабатывающая промышленность. То есть, это все вот как раз благодаря поражению в войне. Потому что, ну, если сравнить уровень науки, да, научных достижений, которые были в, там, условно, довоенной Японии и послевоенной Японии, то это совершенно колоссальный прорыв произошел. И вообще во всех сферах жизни. Потому что, я еще раз говорю, вот эти вот, например, опыты страшные, да, про которые сейчас мы ролик смотрим, там часть, огромное количество людей были замучены. Просто потому, что японская медицина, она не достигла такого уровня, чтобы делать операцию по удалению аппендицита. И они отрезали одним заключенным конечности и пришивали их, там, другим заключенным, потому что они искренне верили в то, что рука, она может, вот, от одного человека к другому быть пересажена, например, да. То есть, они не учитывали такие вещи, как группа крови, там, да, какая-то совместимость. У них просто не было таких понятий, у них не было этих представлений. То есть, они пытались вот как-то при помощи вот этих вот изуверских опытов, экспериментов медицинских, наверстать вот эту свою отсталость в области медицины, там, да, и химии, и всяких других дисциплин. То есть, на дворе, как бы, середина 20 века, а в одной из крупнейших, там, да, империй того периода, которая претендует на безраздельное господство в Восточно-Азиатском, значит, и в Тихоокеанском регионе, не умеют делать операцию по удалению аппендицита. То есть, у них от аппендицита, от воспаления аппендицита, от перитонита, вследствие его разрыва последующего, умирало огромное количество людей, огромное количество японцев. Потому что медицина просто не достигла такого уровня, чтобы делать нормально эти операции. Вот в чем дело. То есть, это была огромная отсталость этой страны, технологическая. Но это, кстати, одна из причин, почему они в войне проиграли, да, потому что у них было просто технологически они отсталые были. Да, у них в 1867-1945 годах были очень странные представления в естественных науках, сравнимых с Кашпировским. Например, они считали, что группа крови влияет на характер, и до сих пор это влияет на их культуру. В манго и аниме, например, нередко упоминается группа крови персонажа, чтобы поняли его характер. Ну да, у них еще много всякой такой хуйни, но это опять-таки продиктовано тем, что у них на протяжении столетий, когда формировалась их культура, у них была только традиционная медицина. То есть, у них не было доступа к развитию медицинских наук, которая происходила в Европе, в западной цивилизации, даже на Ближнем Востоке. У них этого просто не было. У них была только вот своя медицина, свои там какие-то специальности, свои там какие-то костоправы, еще что-то. То есть, по сути, современная медицина в Японию пришла только во второй половине 20 века и только после поражения Японии в Второй мировой войне. То есть, если бы не поражение, если бы не пришли западные оккупационные силы, то у них не было бы сейчас ни современного образования по европейскому типу, ни современной медицины, ни промышленности, ни всех вот этих роботехнологий, химических технологий, знаний в области современной физики, математики, алгебры. У них этого просто не было. То есть, они активно перенимали этот опыт впоследствии, они его впитывали как губка, они учились, они старались быть не хуже, они старались быть лучше. Но у них этого просто не было всю их историю. Вот в чем дело. Это надо понимать. Сейчас, да, сейчас, конечно, Япония занимает передовые позиции по многим из этих направлений. У них лучшая в мире химическая перерабатывающая промышленность. У них много выдающихся математиков, химиков. Но в то же время, кстати, японская традиционная культура, она тоже никуда не делась. То есть, она не исчезла под натиском какой-то западной культуры. Нет, у них всегда это все тоже продолжает сохраняться. Поэтому можно сказать, что японцам повезло проиграть во Второй мировой войне. Потому что если бы они победили, ну, они бы залили просто всю Юго-Восточную Азию кровью. Потому что сначала бы они поубивали бы всех китайцев. А, ну, надо понимать, какая это колоссальная работа, да, какие усилия были бы на это направлены. То есть, чтобы китайцев всех убить, к чертовой матери. То есть, это просто какой-то пиздец. Потом, соответственно, ограничения корейского населения, филиппинского и прочее, прочее, прочее. То есть, они планировали как бы в дальнейшем проводить еще более ужасные геноциды. И все, все заселять как бы японцами. Так что, поражение японцев, оно спасло их, в том числе, от того, чтобы совершать вот эти преступления страшные. Продолжать их совершать. Потому что, вот, например, про Нанкинскую резню можно сказать, что там были такие чудеса жестокости проявлены. Что даже представители Третьего Рейха, они писали в Берлин, что как бы надо остановить японцев. Потому что это какой-то кошмар, то, что они делают. То есть, даже немецкие нацисты, они были в шоке от того, что японцы делали на оккупированных территориях. И парадокс ситуации состоит в том, что немецкий-то нацизм, он был осужден. Потому что был Нюрнбергский процесс, был процесс над Эйхманом, над другими архитекторами так называемого Холокоста. Ну и не только геноцида евреев, но и геноцида цыган, и других славян в том числе. В Белоруссии каждый четвертый погиб, например, в ходе войны. А вот по поводу японцев такого не было. То есть, грубо говоря, японское правительство до сих пор не принесло извинения за вот эти все военные преступления, которые проходили в ходе Второй мировой войны. То есть, они сохранили ту же самую политическую власть, по сути. Ну, то есть, конечно, роль парламента в послевоенной Японии, она возросла. Да, и так называемой вот этой либерально-демократической партии. Но все равно у них как бы императорский дом был сохранен и прочее. Там очень многие люди, которые участвовали в том числе в военных преступлениях, значит, против мирного населения. Там в Анжурии, например, они, некоторые из них не понесли вообще никакого наказания. А некоторые из них, наоборот, на суде, который был послевоенный. Ну, там была целая серия судебных процессов, но не было аналогии именно с Нюрнбергским процессом в том плане, что главные военные преступники, они очень часто избегали наказания. Потому что их подчиненные, они брали всю вину на себя, либо за день до момента, когда они должны были давать показания свои, как, значит, обвиняемые или как свидетели, они делали вот это вот харакири, да, ритуальное сипоку. И, значит, ну, чтобы не давать показания, да. То есть, с одной стороны, сохранить честь, там, да, не донести на более, там, высокопоставленных членов японского общества. Ну, и в итоге, в общем-то, мы сейчас столкнулись с ситуацией, когда даже современное, как бы, современное поколение японских правителей, которые являются преемниками, вот, с того периода, то есть, у них есть преемственность власти прямая, они не испытывают никакого чувства вины абсолютно за те страшные военные преступления, которые были совершены против населения Кореи, которая долгое время была под японской оккупацией. Значит, Китая, прежде всего Манчжурия и Нанкина, там, Сингапура, Индокитая, Филиппинских островов. Сейчас японцы, они требуют передачи им назад Курильских островов, Кунашир, Шикотан и так далее, других островов Южно-Курильской гряды. А я считаю, что нужно, значит, как бы поставить вопрос о том, что сначала вы приносите публичные извинения перед людьми и перед потомками людей, которых вы истребляли, значит, в ходе вот этих геноцидов во время Второй мировой войны. То есть сначала японский премьер-министр и японский император, стоя на коленях, значит, со слезами на глазах, должны извиняться, вот, а уже потом, а уже потом мы рассмотрим, значит, предложение о передаче, значит, Курильских островов. Как можно передавать какие-то территории политическому режиму, который до сих пор не признал преступлений, значит, времен Второй мировой войны? Или, например, вот по поводу Турции, да, многие страны, они ведут политические отношения какие-то с Турцией, там, торговлю, какие-то дипломатические союзы. А как, простите, можно вести отношения с политическим режимом, который до сих пор не извинился за геноцид 915 года, да, то есть, пускай турецкие политики сначала принесут публичные извинения, как бы, и выплатят гигантские, значит, компенсации жертвам геноцида, а уже потом можно будет с ними вести какие-то, значит, отношения дипломатические. Или, например, отношения с Китаем, да, как можно вести отношения с Китаем, если до сих пор восточный Туркестан, Тибет и внутренняя Монголия находятся, и Гонконг, кстати, с недавних пор, находятся под их оккупацией. То есть, сначала освободите Гонконг, сначала освободите Тибет, сначала освободите восточный Туркестан, сначала освободите внутреннюю Монголию, а уже потом, уже потом можно будет с вами как-то вести какие-то дела. Так что Трамп в своей торговой войне против Китая, он прав, он полностью прав, но к сожалению он во власти полумер находится. Потому что в действительности я считаю, что Соединенные Штаты Америки как флагман всего передового человечества должен выступить с инициативой создания Лиги Государств, значит дипломатический союз за бойкот Китая, за то, чтобы Китай подвергать санкциям экономического и политического характера. Пока китайцы не освободят хотя бы Тибет.